Бхагавад-гита Om Namo Bhagavate Vasudevāyā Om Namo Bhagavate Vasudevāyā Om Namo Bhagavate Vasudevāyā Om Namo Bhagavate Vasudevāyā Om Namo Bhagavate Vasudevā Om Namo Bhagavate Vasudevāyā Om Namo Bhagavate Vasudevāyā Om Namo Bhagavate Vasudevāyā V部分 Wioles onto recognizable Объекты чувств используют для наслаждения. Перевод стиха. Перевод стиха. Грубое тело, живое существо получает новые уши, глаза, язык, нос и кожу, органы сезания. Все эти чувства расположены вокруг ума, и с их помощью живое существо наслаждается доступными им объектами чувств. Комментарии, вы божественной милости, шиши Мадачи, бакциданте, с вами пропали. Иначе говоря, когда живое существо оскверняет свое сознание так, что оно приобретает качество сознания кошек и собак, в следующей жизни это существо получает тело кошки или собаки и наслаждается в нем. Изначальное сознание живого существа прозрачно, как вода, но если добавить в воду какую-нибудь краску, она изменит свой цвет. Аналогичным образом, соприкасаясь с различными гунами материальной природы, сознание живого существа приобретает присущие им качества. Подлинное сознание каждого живого существа – это сознание Кришны. Поэтому, развив в себе сознание Кришны, мы возвращаемся к чистой жизни. Но если наше сознание так или иначе осквернено влиянием материи, в своей следующей жизни мы получим соответствующее материальное тело. И это не обязательно будет тело человека. Это может быть тело кошки, собаки, свиньи, полубога или тело любого другого типа из числа 8 миллионов 400 тысяч видов жизни. Войдя в новое грубое тело, живое существо получают новые уши, глаза, язык, нос и кожу – орган осязания. Все эти чувства расположены вокруг ума, и с их помощью живое существо наслаждается доступными объектами чувств. ОМА ГЯНТИ МИРАНДА СИЯНГЯ НАНЖАНА САЛКАЯ ЧАКШРОМ МЕРЕТАМ Я НАТАЙ СМАЙ СРИГУРАВЕ НАМАХ СРИЧЕЙТАННЯ МНОБИСТАХАМ СХАПИТАМ Я НАБУТАЛЕ СВАЯМ РУПАКАДАМАХИЯМ ДАДАТИ СВАПАДАНТИКАМ ВАНЧИ КАЛПАТА РУБЬЯСЧАМ КРИПАСИНКУБЬЯЕВАЧАМ ПАТИТАНАМПА ВАЙНИБЬО ВАИСНАВИБЬО НАМОНАМАХАМ ВАЛЬcomedИ ГАЛПА СЫРЕГ Zhao Шри КРИНА ЧАЯТАННЯ ПРАДБУ НИТЬЯНАНТА ШРИЯ ДВАЙТА ГАДАДДХАРА СРИЯ ДВАЦДИ ГОРА БАК ТВРИНДА ХРИ КРИСНА ХРИ КРИСНА 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 ХРИСНА Х sector Bánh Х från Nikon am타� Roll. Програм农 2022 fid excuse 622 へе вирю そして studying all the martин Продолжение следует... Итак, в этой главе «Йога высшей личности» Кришна объясняет процесс реинкарнации, то есть процессы оставления материального тела и получения нового тела. Если вы помните, то наше материальное тело состоит из двух видов энергии. Одна называется грубая материальная энергия, и вторая называется тонкая материальная энергия. И тонкая материальная энергия состоит из аханкара или асмита, ложного эго. Что это означает? Ложное эго — это отождествление себя с материей. Далее идет интеллект, будхи называется. Что из себя представляет интеллект? Это способность дискриминировать или различать то, что для меня будет полезным, и то, что будет для меня вредным. Для кого для меня? Для тела. Для тела. То есть для этого материального тела, который состоит из двух видов этих энергий. Следующий ум. Называется манаса. Ум, его функции, если вы помните, собирать любую информацию. Приятную. Отделять информацию приятную от неприятного. Ощущать. И желать. Это основные функции. Или, как мы говорим, воля. Воля изъявления, так называемое. Но это желание. Далее следует чувство. Если вы помните, чувства у нас пять. Это зрение, обоняние, осязание, слух и вкус. И все эти чувства располагаются, подобно щупальцам, вокруг ума. В соответствии с тем, именно в тонком теле, как мы действуем здесь, в материальном мире. А что же относится к тонкому телу? И вот здесь мы с вами поговорим. Потому что многие годы, как я вот заметил, не все понимают, что значит тонкое тело и с чем оно связано. И поэтому все стремятся каким-то образом грубо действовать. А грубое тело – это наше плоть. Итак, тонкое тело называется сукшма-шарира. А грубое тело называется янтрадехо. Механизм, через который тонкое тело соприкасается с материальным миром. То есть, так называемая формальная деятельность. То есть, по форме. Как оно по форме? Формально – значит, мы реально можем видеть, наблюдать деятельность грубого тела. И когда мы не очень квалифицированы, то мы склонны определять формально все. То есть, то, что для нас очевидно. То есть, деятельность какая-то, внешность и так далее. И такой вид деятельности называется знанием в гуне страсти. И в шастрах говорится. В страсть, если вы помните, это всегда связано с пратьякшей. Акша означает око. То есть, то, что мы очевидны. Видим. Вот, допустим, если я такое лицо сделаю. Сейчас видите, какое я хорошее? Я такое сделаю. Вы скажете, что это Лакшмин-Райан совсем какой-то гневный такой. Вот я вам продемонстрировал формальное представление трех гунн материальной природы, выраженных на моей физиономии. И вы в соответствии с этим сразу определяете. Вот Лакшмин-Райана злой, вот Лакшмин-Райана такой добрый весь, такой интеллигентный. И вот Лакшмин-Райана дурачок. Но это ничего близкого не произвело с тем, кто я на самом деле. Даже близко. Потому что я сейчас вам продемонстрировал и то, и другое. Я просто передал вам знания. Какое? Формальное. Формальное знание. Значит, можно формально вести себя очень так, как. А там внутри думают, вот сволочи. Смотрите, ублюдки, скоро я вас всех раздавлю. Можно так думать? Всем это знакомо? Это чувство. Вот такое, когда вы внешне так себя ведете, а внутренне не просто так, а геометрально противоположное у вас состояние. И поэтому в шастре говорится, что то знание, которое определяется по форме, то есть формальное знание, или внешнее так называемое, является знанием в гоне страсти. Это то, что мы очевидно видим. Поступок какой-то, допустим, кто-то жертвует. Ой, я так о вас, и так говорит. Ой, я так о вас беспокоюсь. Пожалуйста, возьмите, примите это. Просто пусть у вас будет. И кажется, что человек очень добрый. Слова говорят о том, что он добрый. Его внешний вид говорит о том, что он очень сострадательный и так далее. Но на самом деле это так. А? Как вы думаете, это на самом деле так? Или можно это очень здорово сыграть и преследовать абсолютно другие что? Цели и мотивы. И поэтому в шастре говорится, что человек, который обладает знанием в гоне страсти, несомненно глуп. Вы представляете? То есть глупый человек, это человек, лишенный понимания, что же происходит внутри этой формы, этого поступка. И мы можем видеть, как в Махабхарате или в Бхагавадгите описываются взаимоотношения между кауравами и пандавами. Пандавы формально, внешне уступают кауравам. И очень сильно и ярко уступают. Очень сильно и ярко уступают в формальной деятельности. То есть внешне они выглядят не совсем хорошими или блестящими людьми. Но кауравы формально и внешне всегда их во всем, что превосходит. Мы видим, что даже на поле боя они превзошли их и в силе, и в численности, и в стратегическом размещении войск. Во всем. Они стали царями, они выиграли у них государство, они заняли все ключевые посты, позиции и так далее. И они всегда говорили всем окружающим, что действуют на благо. И окружающие в это все верили. Поэтому так много людей перешло на сторону кауравов. Почему? Потому что они были мастера политики и дипломатии. И так мы приходим к выводу, что такое понятие, как политика, дипломатия, являются признаками какой деятельности? Вот мы говорим внешняя политика, и также говорим внутренняя политика. Итак, политика и дипломатия это что-то некое что? Внешнее. Внешнее. И что же такое политика и дипломатия? Это как раз то, при помощи чего вы можете очень хорошо, просто искусно скрыть внутреннее. Скрыть внутреннее. Вот почему описывается, что Дорьяд Хана был гением политики и дипломатии. Мы можем видеть, как мы все стремимся свою внешность подать. Для чего? Чтобы скрыть свою внутреннюю сущность. И для этого создается некая культура, так называемая. Или этика. Но этика это совсем не внешние вещи. Это внутренние вещи. И мы под словом этика зачастую, когда мы говорим об этике, на самом деле говорим о эстетике. Знаете, да, что такое эстетика? Вот, допустим, неэстетично иметь полный рот золотых зубов. Когда вот у вас верхняя челюсть золотая и нижняя. Это неэстетично. Ну, чуть-чуть там где-то так слегка в далекий какой-то зубок так. Но это эстетично? Не совсем. Почему? Потому что золотой зуб указывает не на какие-то внутренние качества. А мы носили золотые зубы для того, чтобы что? Показать, что мы какие? Привлекательные. Вносим украшения. Мы хотим себя что? Украсить внешне. И как там говорится, что подобно украшению мертвеца. Мертвец, он очень хорошо в гробу выглядеть должен. Ну, вы знаете, да? Новый костюм одевают, ботинки, бровочки ему так делают, губочки, реснички. Они взмывают на 75%. Ввысь, объем на 93%. Ушки так все. То есть, если уж выглядеть в гробу, то хоть в гробу хоть нормально выглядеть. И люди действуют таким образом. Мы вот видим, там люди одеваются красиво. У них 108 номер даже на машине. Но если вы соприкоснетесь с этими людьми, вы увидите, что они ничего не соображают. Зачем 108, что это означает? Почему они так делают? Почему в каких-то культурах именно такой вид оружия, музыкальных инструментов, такая одежда и так далее. Они ничего не знают. Они подражают. То есть, что они делают? Внешне делают. Внешне. Это называется внешняя деятельность. И в шастрах говорится, что такой звук, как хари, означает какую деятельность? Внутренняя. И там говорится, внутренняя энергия наслаждения. Хара. Шрил Прабхупада описывает. Хара. И он говорит, но когда она начинает сочетаться с Кришной, вот эта хара, она превращается в хари. И так звук сам меняется. То есть, трансформация звуковая происходит. То есть, когда мы говорим о самой энергии, мы говорим хара, но как только мы говорим в связи с объектом каким-то, энергия наслаждения, как тут же она превращается в хари. Хара, хари. Живое существо, сбитое с толку формальной деятельности, то есть не обладающее образованием, каким же? И мы с вами можем точно понять, что же такое прикладная наука. Это прикладная к чему? Правильно. К деятельности внешней. К внешней деятельности. И мы можем не знать об этом. И поэтому мы с вами обсуждали, что философия остается так на задворках как бы научного мира. Хотя философия является сутью всех наук. И именно из философского восприятия исходит что? Что исходит из философского восприятия? Истина. Да, истина. Поэтому называется философский поиск абсолютной истины. Таким образом, чтобы что-то истинно говорить или следовать чему-то, вы должны знать философию. Вот почему философия учит гносеологии. Что знать, откуда знать, почему именно это мы должны знать, а не что-то другое. Итак, люди, представим, какие-то цифры пишут, какие-то подковы прикалывают, иголки втыкают. Кошка черная пробегает, они там что-то останавливаются. Полные ведра, неполные. Им там гадают на кофейной гуще и так далее, и так далее. Что-то там кадилы мамахивают. Мы тут что-то такое делаем странное. Гирлянду надели на меня, потому что я главный. И мы можем думать, ну что за этим стоит? Ничего. Почет, уважение, что-то такое. Какая-то мистика. Мы глубоко так и ничего и не познали. Зачем же тогда мы формально это все делаем? Поэтому в шастра говорится, что знание в гуне страсти указывает на то, что человек, несомненно, что глуп. Что же такое глупо? Если мы с вами откроем словарь Ожикова и Шведовой, то мы увидим, что слово глупый означает «человек с недостатком умственных способностей». Такой, знаете, ближе к медицине, кстати, такой уклон начинается. «Человек с недостатком умственных способностей». Вот вы видели, да, человек такую шапку одевает, такую, как у Наполеона. Вот так руку делает. В сумасшедшем доме они все внешне, ну, просто очень даже похожи. Видели, да, вот у нас есть эти даже целые шоу двойников. Один, там, как Ленин говорит, другой, как Сталь. Ну что, они рады Ленин, Сталин? Близнецы есть и так далее, и так далее. Формальная деятельность, то есть по форме. Формальная деятельность. И современная система устроила вот этот формализм, то есть это шоу. Показуха называется. Почему мы называем показуха? Что значит внутренней, там ничего нету. А показуха, это означает, когда мы показываем очевидные вещи, чтобы думали, что у нас это есть где? Внутри. Так мы изображаем доброту, честность, что-то там, ну, какие-то совестливости. Помните, да, я вам специально рассказывал, много лет разные примеры приводил про, допустим, у Ильфа Петрова, там Сашкин был такой, помните, да, который крал и стыдился. И когда он на стыдится, пойдет, опять украдет. То есть он стыдился как? Правильно, формально. Формально. То есть стыд ему был неизвестен. Он просто знал, что надо стыдиться. Видимо, бабушка говорила, или кто, дедушка. Мы же знаем, да, что стыдиться-то надо как-то. И мы как стыдимся? Опять же мы стыдимся как? Формально. И формальный стыд в философии называется притворство. Вот мы помните в детстве, как говорили, притворюша дядя Хрюша. То есть Хрюша – это вот такое вот живое существо. Хрюшка его называют. А что такое Хрюшка? Ну, поросенок. И всегда Хрюшка – она как бы олицетворение невежества. Но Хрюшка – она тоже такая вроде как бы замечательная. Потому что она похожа на ангела. Потому что она такая розовенькая. И все время она в грязь лезет. Вроде ее только помоют Хрюшку, а она опять туда. И у нее вкусы разные. Знаете, какие вкусы у Хрюшки? Она кушает каку. Она кушает каку. Она думает о каке. Она по каке все мерит. Где как и больше – счастье. Где как и меньше – горе. Понимаете, да? Она такая вот чушечка, да? Она такая вот… Ну, где много вот совыкупляется она. Вот чушечка, она такая, знаете, вот свиноматки там есть, хряки. И вот чушечка, она такая жадная. А кажется, такая отреченная. Она очень такая, отреченная. И вот у чушечки, хоть она и вот так вот выглядит, какая-то розовая такая, да? Вот какая-то такая большая какая-то вот. Как танк. Ну, она чушечка. Не то, что плохо это. Ну, неплохо. Это нормально, она чушечка, да чушечка. Но почему она… Это неплохо, что она чушечка. Потому что она не притворяется. Конем не притворяется она. Она чушечка, знаете, она на лбу себе 108 не пишет, понимаете, да? Она гирлянда, она съест их. Она не будет их носить. Зачем? Чушечка, знаете, она как бы… Она никогда не будет куда-то лезть там. Она-то… Она искренняя. Вы понимаете? Что значит искренняя? Она не притворяется. Понимаете, да? Ей говорит, эй, чушка. Она говорит, что? Понимаете, да? И она, когда со своими поросятами разговаривает, она говорит, ты мой поросенок. А он говорит, а ты моя мама-свинья. И это не задевает их абсолютно. Их достоинство. Понимаете? И поэтому они какие? Невинные. Они невинные. В чем же вина оказывается людей? И мы-то не знаем этих вещей. И мы занимаемся по 10 лет, тут по 20 лет. Будем скакать, тут падать в обморок от божеств, от гирлянда. Будем так вот гирлянду, когда нам дают, там сказать, вот мы нас выделили. И мы так раз идем и на подоконник кладем, и потом… Ну, хорошо. Потому что мы не знаем, зачем гирлянды. Хотя мы вроде типа читали книги. Типа. Как мы опять их читали? Формально, конечно. Там говорится, что это философские трактаты. Философские трактаты. Бхагавад-гита, Шриман, Бхагава. Философские трактаты. Что же философия? Как вы думаете, что такое фил-то? Да? А я думал, что слово это означает любовь. Ну, любовь. Оказывается, философия – это наука любви. Надо же! Офигеть! Офигеть! Вы представляете? Это, оказывается, наука любви. Это не наука лицемерия. Как вы будете там выглядеть. Оказывается, это наука любви. Представляете? Это наука любви. А потом уже оттуда, от науки любви идет экономика. Представляете, да? Оттуда из экономики возникает что? Разные бытовые условия. Называется, да, чувственное удовольствие. От любви возникает сначала экономика, да? А потом, то есть, средства любви появляются. Ушки, глазки, носик такой. Такой язычок. Представляете? Кошка такая. Это. Лайка. Но, ну, ну. Потом появляется, что? Соприкосновение от чувственного освождения, от любви. От любви все исходит. Представляете, да? И ради любви. И потом, что? Мокша. Освобождение. От чего? От любви, что ли? А? От чего же освобождается? Из-за любви освобождается от чего? От эгоизма. От эгоизма. То есть, живое существо начинает постигать этот мир. Именно так. Как оно может что? Любить. Как быть любимым. Что для этого нужно? И так далее. Оказывается, философия изучает только исключительно любовь. Что такое русофил? Любовь к русскому, да? Представляете? Русофил называется. А ты что смеешься? Вот Мишка Фил. Это кто? Вот он, филинов у нас. Да, филин? Мишка Филин. А он не знает, что такое филин. Близко даже не знает. Вот он ржет. И филин у всех такая. Бум-бум такая. У-ху! У-ху! А он-то не знает. Он не знает. Он даже, ну, от слова филин, он думает, филин, это вот такая птица. Черная магия обычно с ней связана. Филантроп. Это что такое мы с ним говорим? Филантроп. Это кто-то. Что-то он тропы какие-то делает. Филин. Филина берет и тропы делает им. За ноги привязывает, тащит его. А филин там быстро тропку делает, вот так руками. Его тащит там за ноги, а он быстро так делает. Мы говорим, филантропия. Я-то не знаю. И странно мне вот. Мне-то кажется, что все же в школе учились, да? Медаль такая у кого-то вот просто, ну, вообще его даже не видно из-за этой медали. Руки он может показать? Пальчики, видите, это я там. Диплом у них краснейший просто, наикраснейший, кровавый диплом просто. Да столько крови надо перегнать, представляете? Как самогонный аппарат у них. По каплика, по каплик. И люди так и не поняли, куда попали, что делают. Академия философия, это наука любви. И философы, значит, должны быть какими? Если это ученый-философ. Вы знаете, такое? Такое. Значит, говорится, что философ куда глубже постигает, что эту любовь, что, вот здесь, говорится, загрязняет, окрашивает, да? Чистое, прозрачное сознание Кришны. И туда попадает какое-то синька, кровь, что-то еще туда попадает. И все это окрас придает. То есть, делает любовь нечистой. Представляете, нет? Чилопраба так просто все описывает. То, что делает любовь нечистой. Нечистой, абсолютно. Она грязная. И когда любовь становится грязной, веды ее называют кака. Ой, в смысле, кама. То есть, она становится вожделением. И что же туда капается, как мы говорим? И там начинается. Обидья. Желание быть любимым. И еще как желание быть любимым? Никого не любя. Такой интересный, интересная такая суть. Вот многие люди, они хотят так вот, бизнес делать, да? Как бы, ничего туда не вкладывать, да? А оттуда, чтобы выскакивало. Или как бы, туда одну, да, а оттуда две. Представляете? Вы туда две, а оттуда четыре. Вы туда четыре, а оттуда шестнадцать. Вы туда шестнадцать. Как поперло. Как поперло вообще. То есть, вы всегда в выигрыше. Даже если вы туда не бросите, все равно, понимаете, вы в выигрыше. Они так хотят. В народе называли халява. А почему человек так настраивается? Что туда, я тебе свечку, ты мне печку. Или гречку. Почему так люди настраиваются? Из-за чего? Это называется овидья. Представляете, да? То есть, человек, который так даже думает, и он думает, что это, вот именно так будет работать, он кто? Вот мы говорили. Там у него, не это, ну, сами знаете, да? Красный крест и полумесяц. То есть, у него, ну, понимаете, да? Вава у него. У него вавочка. Ну, то есть, он это, веселый такой. Или наоборот такой. Оказывается, это философия. Вы можете себе представить? Нас обучили физики, математики. А почему не философии? И нас обучили. Философии какой? Атеистической. Представляете? Атеистической. И поэтому мы все стали какие? Эротические. Поскольку философия атеистическая, мы все эротические. Мы очень эротические. Ну, я думаю, это всем известно. Мы настолько эротические, что просто, ну, просто... И так мы очень формальные. И что же мы изучаем? Говорится, что демоны, перед началом века Кали, в конце Два Пара-юги, в тонких телах, в тонких телах вошли в тела земных цариц. И отнюдь ни одной гандхаре, у которой голова была перевязана. В смысле, глаза. Потому что все думают, аааа, какая целомудренная она. Глаз себе так перевязала, потом так. И так. И это чепчик даже можно было сделать. Есть такая повязка чепчик. Потому что у нас-то нет понимания, о чем речь. Мы даже глубоко-то не можем постигнуть, пропадок говорит, она даже не хотела мужа своего обскакать. И даже глаза себе завязала. Представьте, вы кого-то не хотите обскакать, и себе ногу отрубаете, там, ну, что-то, руку оторваете, ну, рот себе зашиваете. Это что такое? Разве в этом превосходство? Или ваше принятие чего-то? Таким образом, опять же, что произошло? Формализм. Формально. То есть, очевидно было, что она не превосходит. Смотрите, я не превосхожу. А я могу таким смиренным быть. Раз привяжу, говорю, я. И скажу, все, вы все лучше меня и выше. Ну, разве это лучше нас сделает? У кого голубые глаза, тот же самый продвинутый, вы чувствовали, да? Как люди хотят дубленку, голубые глаза, вот такие вот груди. Да, вот такие мышицы. Вы чувствовали, нет? И такое впечатление, что из-за этого вы стали храбрым. Вы чувствовали, да? Вот, как бы, раз такой выходишь, да? Так. Так. И-и-и-и-и-я! И сего! Какой каратист! Карадрист! Ой, каратист! Ой, какой каратист! Ой! Ну, прямо вообще! А если 108, так вообще! Божий человек! Ой! Навек у него божий! Адуванчик! И так мы все сбитые с толку формальной системой. Почему? Потому что нас так воспитали. Нас с детства уже воспитали. С детства нас воспитали притворяться, подражать, завидовать. И не показывать этого. Вы представляете? Нас с детства обучали это не показывать. Можете себе представить? В детском саду, в яслях, в доме, в собственном, мама, папа, все притворялись. Вы представляете? Мир притворства. И так говорится, демоны в тонких телах вошли в тела земных цариц. И эта тетенька, которая с завязанными глазами, вся такая очень мудрая в целиком, она родила столько подонков. Можете себе представить? Столько подонков она родила. И еще их благословляла, защищала их. Нафига целомудрее такое? И так, она закрыла глаза тела. И так мы формально можем быть очень целомудренными. Мы формально можем быть царями. Представляете? Тонкое тело туда проникло, и вы родились у царицы. И поэтому, поскольку все ведические системы знали об этом, что в семье продвинутых браманов могут рождаться демоны, а в демонических семьях могут рождаться браманы. Поэтому ни в коем случае философия запрещала подходить к рождениям детей или к определению варны как формально. Как вы думаете? Вы же здесь уже точно же знаете, кто браман, кто кшатрия, кто вайши, кто шудра, кто целомудренная женщина. Если вот, если Мишка филин-то знает, что филин-это филин. У-ху! Он же точно может определить. И мы гирлянды будем давать за это, за все. А за это, за все, ты отдай мне жену. Дам коня, дам ружье. Что там? Дам. Что-то там. Ну, что-то там дам, короче. Потом дам, короче. Сейчас-то не бойся, потом дам. Или вообще не дам. И так мы попадаем в мир формализма. И когда мы приходим в какую-то религиозную систему, то мы точно так же попадаем в мир, что? Это продолжение той же сказки. Это продолжение той же сказки. И мы быстро, формально превращаемся в браманов. То есть мы на самом-то деле шнуроносцы. Но поскольку есть же древние писания. В древние писания они же философские. Улавите, да? А мы на основе современного образования, соприкоснувшись с древними писаниями, получаем шнур. И так мы очень... А мы настолько мастера. Ну, просто представляете, с детства. И с поколения в поколение. Несколько этапов мы прошли. Но как наворачивать это все? Вы замечали, да? Вы понимаете, о чем я говорю или нет? Итак, мы с детства уже обучены. То есть у нас просто в крови это уже. Притворство. Мы-то не поросята. Потому что когда я вижу поросят, вот настоящих поросят, я очень сильно к ним испытываю чувство величайшей несимпатии, любви даже. Филин я становлюсь. Потому что они невинны. Они не притворяются. Вот вы наверняка видели в деревнях люди, какие простые. И Рупа Госмами говорит, простодушные. Они очень быстро будут прогрессировать. Очень быстро. Что значит простодушные? Они не притворщики. Они не обучены так здорово притворяться. Что значит притворяться? Притворение. Знаете, что это такое? Камавсиата ситхи. Помните, когда я говорю? Такие оборотни. То есть они в овечьих шкурах, но они кто? О, волки. Они волки оказываются. Где елки, там и волки. И так мы иногда не до конца осознаем, куда мы попали и что от нас требуется. Почему? Мы грубое тело воспринимаем, как уже некий какой-то прогресс. Грубый прогресс. Поэтому Рупада описывает. Толстый, тонкий, красивый, некрасивый, нация какая-то. Он говорит, но как только человек открывает рот, не что-то другое он открывает. Представляете? Он просто открывает рот. И Прабада описывает. И как вам понятно, кто перед вами? Махарадж Парикшит. Вот у нас-то как бы рот это что-то такое. Но ричить это означает еще и делать. Да. Делать. Вы помните, Махарадж Парикшит, он смотрит, как шудра в царских одеждах, а в шастрах описывается, что одеждой называют что? И вот здесь говорится, как одевает новые одежды, так и сбрасывает старые. О чем здесь идет? Тело. И он увидел шудру в одеждах кшатрия. А вот что это означает? Шудра, а одежда у него кшатрия. И что? А как это? Махарадж Парикшит, а как это шудра? А что это означает шудрянское сознание? Ну, то есть мысли-то все действия совмешают, как шудра. А там описывается, что бык, это оказывается морал. бык, тхарма. Он стал бить быка тхарма. Было разных быков куча. Нет, он нашел быка тхарму. Быков-то много есть. Знаете, бычар-то вообще куча. А он нашел быка тхарму. И смотрите, какой бык-то был. Очень удивительный. Вот он-то хотел, как это, гвоздь за гвоздь, око за око, ухо за ухо, нос за нос. А бык-то какой был, необычный. Помните, да? Когда Парикшит-то его спрашивает, кто тебя? А он говорит, а с какого стати? Я сам виноват. Он говорит, как же, я же вижу, что тебя там, я же очевидно вижу, что тебя, дяденька плохой, по ножкам бил. А бычок говорит, ну ты что там все смеешься? Ты же, конечно же, все это знал. Поэтому так себя и вел всегда. И говорит, бычок-то, говорит, если я обедничаю на того, кто меня по ножкам калашматил, то я такой же становлюсь, который других по ножкам калашматит. Ибо, говорит, виноватый-то я. А царевич-то Парикшит говорит, похоже, ты необычный бычок. А ты, видно, какой бычок? Олицетворенная дхарма. Мораль. Таким образом, мораль. Для нас-то непонятно, что такое мораль же, да? Когда нам говорят, иди и признайся. А мы, бахти-вино тут хакуры, и давай всех обвинять. Но у нас шнурок висит. Представляете, да? Мы же шоферами-то не хочем быть, мы же юристы. Вы представляете, а какой ужас, если бы вы увидели свою мораль моими глазами. Вы в ужасе были бы. Хотя бы моими. А у меня мораль, знаете, вы были бы в ужасе. Просто я вижу, что почти 99% людей даже не понимают, что такое мораль. Даже не знают об этом. Представляете, да? Даже не знают, что такое мораль. Что подражать это аморально. Да еще внешне. Помните, мы говорили? Завидовать. Это что? Вот давайте слово зависть и мораль рассмотрим. Вот зависть имеет ли какое-то отношение к морали? Вот видите, как вы долго думали. И так, да, нет, ну не знаю, может быть. А как вы думаете? Вот как я вчера рассказывал, он говорит, пришел, и говорит, там это, ушной, говорит, доктор. Мне говорит, ну давай, дед, проверим, как ты слышишь. И он говорит, пятнадцать. А дед ему пятьдесят один. Семьдесят четыре тот. Сорок семь. Шестьдесят шесть. А дедушка такой, девяносто девять. Он думал, думал, врач говорит, восемьдесят восемь. Дед такой, а? Шо вы на меня кричите? То есть, в чем мораль-то? Вы понимаете, вот мелкие, если вы начнете слушать какие-то истории вам рассказывал, туда-сюда, или когда вы чувствуете себя такой, вот как бы, свиньей в моих лекциях. Моих же лекций очень не любят. Кто? Вот поросенок, он же невинный. Да, представляете, я бы давал лекцию про свиней. Шо свиньи кушают каку, там, туда-сюда. И свиньи бы слушали. Представляете, вот свиньи бы сидели, и они бы подумали, так он наш друг вообще. Нет, вы понимаете, о чем я говорю, или нет? А вот свинья, которая притворилась кем-то, вы же рассказываете, как ее, что? Называется обличать. Знаете, что такое обличать? Вы знаете, да? Шилка и маски бросим под ноги. Одно. У-у-у-у-у-у! Не любят людей! Вы-то, видимо, ничего не... Ну, вот я вот каждый раз вот слушаю что-то и все время думаю, что ж такое-то? Что ж здесь... У меня какое-то горе. И я-то понял, знаете, одну вещь? Мне это в детстве объясняли. А вы заметили, что я более естественно себя веду? Вот вы замечали это или нет? А от меня все время требуют, чтобы я что делал? Да. Они говорят, ну ты не можешь себя вести, как все. Ну почему? Ну почему? Ну. Ты не можешь как-то? Я говорю, хорошо, я вароха, Дев. А варохой? Ну ничего. Мне не хочется быть варохом. Вароха значит свинья. А Дев уже божественный вепрь. Таким образом, когда у свиньи качество, ее называют вепрь. Ну когда у нее нету, как-то. Ну, свинья. Так вот. А она же может себе тоже какие-то... Как-то волши наклеить. И бегать. Я говорю, я вепрь. А вепрь-то он же это... Ну если вы знаете. Он-то как бы... Какуй ниньи. Знаете, он-то как-то какуй. И даже на людях, ну, чтобы показать, что я... А ты как бы не будешь ехать. Даже от скромности. Как его кушать не будет. Типа, ой, да я скромный, накладывайте мне каки больше. Вот он как-то... Вот как коловка. Знаете, коловка есть такая. Ну! Она как-то не будет кушать. Ей все телят. И вы дайте телятину. Коловке. Коловка, коловка. Кушай теленка своего. Или вон там соседского. Он говорит, ох, как-то неохота. Я сегодня ела уже. Ну, чтобы не обидеть. Она же такая не будет. Кто телят едет? Тьфу! Вы еще кушаете телят! Вот! Она так не говорит. Так я вот замечаю, что как бы вот... Ну, нету понимания. Что от нас требуется. И здесь говорится, что в соответствии с тонким телом, который состоит из ложного эго, интеллекта, ума, и шуств, которые туда стекают. Человек получает. Ушки! Глазы. Вот это. Вот это. И... Псс! Мы получаем целый механизм. И в соответствии с чем? Ложное эго, интеллект, ум. Представляете, да? Вы представляете себе? Че нам надо изучать-то? Че нам надо, Вовка, изучать? А? Чтобы не оказаться шудрой в царских одеждах-то? И быка-то не колотить. И быка-то не колотить, потому что как раз бык-то и корова, они-то могут. Че сделать-то? Махараджа Парикшит-то, он защищал-то быка и корову. И он меч как выхватил и сказал, ты че, скотина? А мы-то думаем, такой мужик, да, шудра, то есть у него такой нос картошкой, знаете, такой весь в этих ненакаченный такой, да, такой, ну шудр, сразу видно, такие руки у него, как лопаты, несколько пальцев, отвертки. Да, и такой, как бы бык стоит, а он ума, да, а там корову еще, не надо, не бей мужа, молчи, дура, и тоже едет. Вы-то, наверное, так думали? А Махарадж Парикшит увидел, что человек, который выглядел к шатриям, уничтожал мораль и знания. Представляете? Негодяй полный. Хотя внешне выглядит как кто? Самый был трусом. Там описывается, что он был трусом. И когда Махарадж Парикшит поднял меч, а меч Махараджи Парикшита был заточен служением гуру, и меч был знания и отречения. И так люди, сбитые с толку, не могли понять, что же они читают в Шримад Багаватам, что же они читают в Багават Гите. И люди носили шнуры, кто-то носил там канцемалы, шафрановые тхоти. И очень... То есть, они здесь, фу, Матаджи, Матаджи. Этот вот мужик, ну это я представил, ой, как общается с Матаджием. А они здесь не общаются с Матаджием. Они, когда выходят из храма, и весь день их ищут там. И когда находят, они за ними там по пятам, часами ходят, книжки в основном им распространяют, знакомятся, звонят, и все это в сознании Кришны. Морал. Какой морал? Странный. Морал очень странный. Понимаете, да? О чем он говорит? Оказывается, это и есть Брахмачарь. А Брахман, который шнур носит, всем говорит, что делаю вам благо, ездит к вам домой, пьет с вами чай, вот все время так ржет, и все это искренне такое. Он такой, это он такой искренне. Он все время к вам домой ездит, и все время говорит, что помочь может, что, а? Если что, я-то всегда тут на подхвате, а? И возит вас туда, возит вас сюда. Вы думаете, да, кто меня возит, тот настоящий Брахман? А кто уж книжки распространяет, в смысле продает? О, это вообще вся слабо. Шри-шри-ни-тай, гур-хари. Или ни-тай, гур-анга. А еще лучше, гур-ни-тай. Просто. А кто такие гур-ни-тай? Это наши божества в храме. Такие толстенькие. И от них не исходит нифига, никакой морали и никакой нравственности. От них все больше прет и прет, прет. Гур-ни-тай. Потому что это мы-то милостью хряпаем, просто хряпаем целыми корытами. Оно, хотя разбитое, все оттуда выливается. Но зато у нас корыто есть. Не хочу быть дворянкой столбовою, а хочу быть владычицей морскую. А? Ему сбит сток. Чего же ругаются? Такой весь красивый, такой вообще. А его ругают, ругают. Он книжку носит туда. И да не одну. К нам приезжат, там что-то говорит. А его, этот бабай с рогами его. Бадя-бадя-бадя-бадя. Ну как же так? Он что у нас курирует, учит, как вот это все делать так? Мы тоже в будущем будем 108 шнур носить. А когда вы начинаете говорить о нравственных и моральных вещах, люди вообще ничего не знают. Вы можете себе представить? И когда мы говорим о тестах, даже тесты на пранаму, они говорят, ой, с лакшминарами стремно ему сдавать. Потому что я-то сразу этот пятачок-то. Он сразу и тут же. Почему? Потому что все эти тесты также превращаются в формализм, в память, в способность запомнить, а не сделать определенный нравственно-моральный, этический какой-то вывод из этих вещей своими словами абсолютно. я думаю, как же так? Кришна он оказывается в ЛБ. ВЛБ это верховная личность Бога. А там есть еще его божественная милость ЕБМ. 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 Ну еще я же знаю много лет же здесь тащуся. Ругаюсь это все. Все ругаюсь это много лет же. И вот этот ЕБМ, да? Что вы смеете? Это его божественная милость. ЕБМ АЧ БВС Прабубада. Тот ТВЛБ пока еще. Слава Богу, он не ЕБМ. Это аббревиатура такая. Мучиться, блин, говорить что-то. И все формализм. Они книжки формально читают. Ходят. Они этикет. Ой, ой, что вы! А этикет-то какой! Вообще! Посмотрите, ну все в царях. Ну, гопи. Эти вообще ни-ни. Ни-ни. Одни гопи, другие ни-ни. Пранамама, пранамаят он, у них это вот, как она, пранамайка. Здесь написано прана. Знаете, телевизор показывает, там написано мозг, а другой желудок, а второй там кто-то нац. Похоже, у нас тоже такое же происходит. и здесь говорится, что они вошли в тонкие тела и вы-то получили только что? Форму. Так что же тонкое это тело? Что же к тонкому телу? А оказывается, в тонком теле это там философия. Можете себе представить? Философия. Оказывается, тонкое тело определяет, в какое грубое мы попадем, и тонкое тело определяет, кто мы. Не наше тело, да, кшатрийское или брахманическое, или какое. Вот сапожник сидел, сапожки калашматил, а юрведы никому не рассказывал. Такой, ну, помните, да, такой, пах себе по пальчику, сапожник когда по пальчику, что? И он говорит, А если ему оловом капнуть на голову, горячим. Можете себе представить сапожника такого? Абрахман, он так. если его кто не уважает, он сразу говорит. Вам надо прослушать мой семинар анартхи. У вас этикет неправильно. Этикетка. Вот слово этикетка, она идет от слова этикет. Знаете, это то есть по этикетке. И вот сейчас, да, в наше время, да, все так вот красиво делал вот это вот оболочку, туда накакал оболочку красивейшую и кому-нибудь ее задвинул. замечаете, нет это? Вот это называется формализм. Формальное знание. Говорится, что человек не способен понять шастры в этом настроении и не способен раскрыть наставления духовного учителя. Потому что, оказывается, шастры, они-то, оказываются нравственно-моральные. Why, why, why? Do you cry? Представляете? Они-то, оказывается, никакой формальности не терпят. И поэтому мы видим, как там Джада Барата, он формально-то кто? Ну, он такой, он какает, представляете? Он не только там пьет и курит, он сикает прямо при людях и какает, как конь. Представляете? Как конь. Прямо так стоит перед нами и по ногам потекло. И вы думаете, ой, какой продвинутый наш куратор. А он-то почему-то куратором стал Махараджи Рахуган. Царь целый, представляете? А вы же все философию-то знаете? Мы же все ради Кришны же все это делаем. И потом мы говорим, разгромить-то легко, вдохновить сложно. Вот представляете, с чушки маску содрать, а потом еще и вдохновить быть не чушкой. Вы можете себе представить, что вы с чушки содрали маску и вдохновили ее быть все равно орлом? Когда с чушки маску разгромили ей, на что ее вдохновляют-то? Вот чушку, на что ее можно вдохновить? Вот на что чушка вдохновится? Ну, говорит, по крайней мере, ты иди, скажи, что я-то чушка. Разбить-то разбили. Все лицо разбили. Это она на санскрите хрюкала. Знаете, можно хрюкать на санскрите, можно хрюкать аюрведу, можно хрюкать народные стихи, можно хрюкать чего угодно. Хрюшка, она все хрюкает. Вы понимаете, о чем я говорю? Я иногда еще прикалываюсь, помните, я все время говорю, ну, пойдем перехрюкаем эту тему философскую. Почему я так говорю? Или говорю, перечирикаем. Кто чирикает-то? Э? Кто? Вороби! Ох, кошмар! Вороби! Пойдем, перечирикаем или перехрюкаем с вами. 108, там, ваш кшатризм, брахманизм. Может, перехрюкаем? А вы говорите, ну, он-то сейчас нахрюкает и не вдохновишься даже. Это что это означает-то? Что вы вдруг увидели, что вы, кто вы есть на самом деле, да? И это вас как бы что? Не вдохновляет, оказывается. Ну, прямо вы увидели, что вы долгопрут. И теперь все-то думали, что, я даже такие сказки вам рассказываю, говорю, как маленький ослик. Маленький он, он просто ослик. Он-то не был, асёк, понимаете? Он был маленький ослик, ему так позавидовал бабочке. Бабочка, помните, да, там такая, траля-ля-ля-ля, летала такая, ай-яй-юй. И он такой, а он поэт был такой, знаете, он тоже стихи писал, там всякие разные. И он думает, ой, ёкарный финдель-мендель, и он думает, ой, я-то тоже хочу быть бабочкой. Помните, да, там все крылья сделал все такие, исключительно бабочки, там накрасил их все, он же любит тоже краситься, он такой сделал, крылья все, там какие-то усики такие сделал, такие антенны, чтобы габаритами-то въезжать куда-то, в гараж, в стойло. И помните, да, он там, и он стал бегать по двору, вот представляете, да, осел с крыльями бегает по двору, и он-то как-то вдохновленный, вы представляете, а у него был дед, старый осел, ну тут, по крайней мере, знал, что он осел, что он старый, и что он в молодости, когда-то тоже вот из себя, как бы, он любил искусство, творчество, понимаете, когда все от сердца искренне, просто хренотень всякая вылазит, понимаете, искренняя такая хренотень. И он тоже такой был, знаете, весь, и вот он такой охреневший этот вот молодой осел, он, вернее, ослик, я совсем забыл, сразу как-то на грубость, да, нарываюсь прямо. Простите меня, это моя жестокость, к бабочкам. Потом говорит, он не любит спектакли, ну как-то вот не очень, особенно в жизни, когда. Когда поросята, да, они играют какого-нибудь там, ну, там, махпрабу. Как-то раз такая, знаете, театр, вот там есть театр теней, ну, вот там, а тут как бы театр такой, ну, как бы, как, не знаю, даже слово какое-то, не рифмуется даже. Кого? Ну, что-то так ты, совсем-то уж так, не опорачивайся, опорчонок, аппаратчик, видите, значит, аппаратчик из нашего аппарата. И вот потом они хрюкают там какие-то стихи, потом они хрюкали всякие произведения там, ну, всякие разные, да, типа, откройте мне веки, им рот откроют, там, ну, или что-то еще. Так вот, что я хотел-то? Так эти произведения, да, они нравственные, моральные. И я вот, да, честное слово, я-то, как бы, к вам хорошо отношусь-то, к вам-то самим, а к вашим маскам, как бы, не очень. Представляете, да? То есть, вы-то мне очень дороги, я-то старый осел, опытный. Там говорится, что надо изучать все под руководством опытного старого осла. То есть, старший, опытный осел, который, по крайней мере, что, но и поэтому принимает авторитетов. Вот. Он-то знает, как становятся бабочками по-настоящему. Улавливаете, да? Вот. Оказывается, у бабочек, у них есть определенное умонастроение, определенный тип интеллекта и ложный эго. То есть, у них своя философия. И если вот это вот все понять, да, то можно в следующей жизни стать кем? Бабочкой. Настоящей. Не надо будет крылья утром там раз одевать, знаете. То есть, проснулся на себя, посмотрел, думаешь, ёлкин, моталкин. Вообще, зеркало нифига не вдохновляет. Все время громит только. Все время громит. И звуки, как и. И сюда он поставит какой-то аппарат речевой, чтобы понятно было, что я хрюкаю, по крайней мере, на санскрите, да? Или на английском хрюкаю, да? Или у меня-то не какое-то дерьмо в руках, а компьютер. И на каком-то языке я хрюкаю, всякую чушь. Почему я говорю иногда? Какую-то чушь они несли там. Понимаете? А все думают, они несли так за ноги, за руки её, и чушь так болтается. И довольны тогда её несут. И там говорится-то, он говорит, я-то буду там, один мне подходит, я-то буду там в КГБ работать. И он говорит, что уже таких берут туда, уже тоже, ёлки-поталки, ну ты у нас. А я-то юрист. Думаю, всё, труба всем. Можете себе представить, я-то в ужасе, я-то хочу, чтобы все были преданными. Я-то искренне хочу, мне страшно. Потому что, ну, преданные-то они, по крайней мере, как бы на карнавале же они. Как бы, ну, маскарад тут идёт, маски-то, а им иногда раз и споёшь. Отбросим ко... Ой, эти маски. Маскарад закончит. Догорают свечи, умолкают речи, там. А, это что, буратино-то всякие бегают тут. Пиро, буратино, это, мальвина, там, всё. Этот, артифакт, артимон. И ещё, ты думаешь, ну, что такое? А там, за холстом очага нарисованного, это, сакрпайс, да, это называется, как его жертвоприношение там на холсте нарисовано. А там живёт какая-то мерзкая шушера. Всякая, представляете? Всякая шушера. И она там живёт. И, смотри, в дырку эту смотрит. И оно, представляете, оно на этом холсте, да, оно непрерывное. Оно прям непрерывное. Там дырка просто, а не заразрывная она. Так что же связано-то, на самом деле, с нами? А с нами, оказывается, связана нравственность. Нравственность. Нрав, нрав, это означает божественность, духовность. Это называется нрав. Поэтому оттуда в русском языке возникло понятие нравственность, нравоучение, нравится. Итак, это, оказывается, божественное и духовное именно. Поскольку Бог, Он какой? Ну, как нам говорят, духовный. А значит, духовный, это значит, Он фило, да? Он что? Любит. Он любит. Поэтому Он его не называет там как-то наш Бог, Он к шахтре. Или Он брахман. Вы представляете, если Он брахман был бы? Да всё, я бы уже давно тоже там какой-нибудь концерт. Я-то вижу, что это за брахманы. Представляешь, да? Вот брахман Шридинги, он проклял этого парикшита, да? Дурваса брахман. Брахман, который сапожника там не любил. Вся слава надменным ведическим брахманам. Надменность. Это что за такой брахман? Надменный. Ты не гордый, а именно надменный. Цинизм. Мы не знаем, что такое цинизм. И мы думаем, это такое очень плохо или хорошо. Мы сбиты с толку всегда. Так что же делает? Как мы можем стать брахманами, настоящими, да? Какими-то людьми непреданными. Это оказывается, нам нужно философию постельную. То есть мы должны чётко определить слово. И в шастрах поэтому говорится. То есть мы должны эту азбуку понять. И Прупада говорит, Бхагавадгита – это азбука духовной жизни. Он не говорит алфавит. Шридинга Прупада называет азбукой. И Шридинга Прупада говорит, Бхагавадгита – азбука духовной жизни. Что значит азбука? Выдающееся, моральное, нравственно-моральное, философское произведение. Религиозное ещё к тому же. И когда слово «нравственность» возникает, то слово «религия» подыхает. Вы понимаете, да? Оно уничтожается словом «нравственность». Слово «религия» – это что-то может быть не связанное с духовностью, а с формальностями какими-то, понимаете, с эксплуатацией. И поэтому Кришна говорит, когда религия приходит в упадок, то есть что, нравственность упала, мораль упала, а форма что? Развивается даже. Форма даже развивается. Уже просто нет на территории даже такой формы. Самая большая за пределами всего. Последователи, да, к нас. У-у-у-у, сколько это! Так страшно было, да. И Кришна говорит, «Яда, яда, хитхармас я, глонир баватти барата апюттанам, адхармас я, тадатманам сриддям мяга». Из века в век, когда религия приходит в упадок, я не скажу сам о потомок бхаратых, чтобы наказать злодеев и защитить преданных праведников. Так значит, что самое страшное в духовной жизни – это лицемерие. Самое страшное – это притворщики и лицемеры. И что же такое нравственность? Еще раз я вам расскажу. Это все в тонком теле. Как бы вы там круто не выглядели внешне, маску-то можно сразу сорвать. Сразу. И как вы думаете, кто способен срывать маску? Вот способность даже. Пусть даже не качество, не право, а способность сама. Вот как вы думаете, почему во все времена, допустим, какие-то личности приходят, вот их называли там «богатыри», и вот они всех побеждают. Мы-то, поскольку формальное знание, мы говорим там, махнул, да, и там сто человек сразу упало. И у нас сразу, мы же это, самурайских фильмов насмотрелись, там вот этих всяких ниндзи, да, и у нас такое впечатление, что он один, он так высказывает, и так, бежит, да, и так сто человек разорвал. А он что их сделал? Обличил, конечно, богатыри. И поэтому, если вы приедете в Киевско-Печерскую лавру, вы увидите мощи Ильи Муромца. И знаете, картина Васнецова-то, она же такая, ну, поскольку Васнецов-то тоже он человек, как бы, как мы же, он продвинутый, и он, значит, Илью Муромца. Такой был, где Муром. Муром. И там такой, мужик, знаете, башка такая у него, как у Ленина, такая башка у него, такой здоровый, у него латы такие. Такие мускулы, ну, я не знаю, там Шварценеггер, короче, не плохая картина. Плохая картина. Пойдемте, дети тащат мертвые сани. Там что-то, мертвого братика из детского сада на санях, там, блокадный Ленинград. Какая-то картина ему больше понравилась. Почувствовался, бедные дети. Бедные дети. А это картина. Убрать ее вообще. И он такой, такой, у него дубни и копье. А здесь никто же не знает, что такое копье-то. А сейчас копье-то вот это. А тут. А поскольку никто не понимает, что сказки-то, они же что несут-то? Не само событие внешнее формальное, а какое событие? Внутреннее, да, вот это вот нравственно-моральная сказка-то нанесет. Они назвали это мамек. Да? Или мамук. или намек. Что из трех? И, оказывается, из истинных ценностей это теперь начинает на что вы намекаете? Да ни на что. И все. И говорят, а ну ладно, живите. Илья Муромец, Добрыня Никитич, да, и Алёха там, Побоевич, да, Алёха Попов. И богатыри. И у людей-то, поскольку они в формальной системе находятся, да, у них богатырь это что-то такое. Да? Ту. Большой такой. Жрет. Ой, кошмар. А как даст. Ой, вообще. И там говорится, выехал там, Илюх. И они говорятся, они границы охраняли. Представляете, пограничники такие, у них трезорка такой, бинокль тут. И Воснецов как это еще не нарисовал? Ну почти это так было. И там он вот так вот, Илюха-то. Те-то такие вроде так сидят, знаете, один такой, у него какие-то гусли там болтаются. Серьезно? Вот на сидле, если посмотрите, у него гусли там висят еще. И он такая, знаете, такая, коняга у них какая-то такая. Она все время жрет, что-то там ищет. А у Илюхи-то такая, тоже коняга. конь буланы. Я там, это что же, взрослые люди, что не понимают? Вот читают же, пропады заговорили, все об этом, описывают, что Нарада Муни рассказывал какую историю в Махарадже Паранджаны про оленя, про змея Пятиглава, что город с девятью вратами. И вы думаете, это город, там девять ворот. Как же можно понять-то что-то? И буквально. Так буква-то, это что такое? И вы знаете, буква-то вот буквальность, вербальность, образность. В ризах образа, хаты, в ризах образа, не видать конца и края, только синь сосет глаза. Синь сосет, синь такой. И там только раз, как в компьютерных играх. Это кричит, голову, голову стреляет. Очень интересно. Оказывается, вон что. Что за богатырь? И вы в Киевско-Печерскую лавру, а вам же в детстве все время картину Веснецову везде свалили. Вот, вот, вот. Абрахманы такой. Такой, Кощей бессмертный в очках. И люди сбиты из толка. Кто такие браманы? Кто такие Вара-Вара? Варвары, говорит, напали на нас, все сломали. Маски содрали, маски наши затоптали. Топчут Родину. Они не знают, что такое Родина. У них Родина это территория, это нация. Они ничего не помогут понять. Потому что все скрыто под чем? Под формами. Все скрывают формы. и нужен что? Ключ. Ключ. Златый ключ. Не зол отой, а злато. От зла лата латати защищать. Закрывающие. Латы. У Ильи Муромца описываются, какие у него латы. Какое у него Капио. Капи. Вы решили Капи знаете, кто такой? Не знаете? Ну ладно. Ну как-нибудь я расскажу, дорогой дружок. Следующая передача. А сейчас продолжим. Так вот. Булава. Как даст булавой? А булава это символ чего? Власти оказывается. И вы заходите и думаете, сейчас Илья Муромец ну такой грабина такой стоит. Такой гроб. Ну просто никакой гроб. О какой гроб. Сделите гроб. Сделите гроб. Я пришел помирать. Нет. Вы заходите. Такой под стеклом что-то лежит. Вы подходите туда в Киевский Печерский и там написано легендарный русский богатырь. Вы сначала только это легендарный русский богатырь. И вы думаете, что там от него лежит-то? Палец может быть. или нокоди. Или коготь. Или вот какой-то. Ну что-то у вас-то. Потому что она такая маленькая. И вы-то вроде как бы сами-то по сравнению с тем, где там что-то лежит. легендарный русский кто-то там русский борщ или что там лежит. Никто не знает. Легендарный легендарный может быть там щерц лежит. Потому что вы дальше даже читать не хотите. Потому что вас с детства картина Васнецова снилась вам по ночам. Вы мультики видели как поганого тугарина били. Знаете, мультик сейчас знаменитый же такой. И еще опять люди смотрят и думают вы что за бурган? Ой, как смешно. Ой-ой-ой. Волуном закрыли пещеру. Волуном. И пока золото туда принесли раз в пещеру за волуном. А почему же называется тогда Киевско-Печерская Лавра-то? Оказывается в пещере некоторые медитировали на что? На материальное благо каханалия на жабах. А что за волуном? Они же не все. Сказка. Раз и все. И опять там какой-то тугарин такой узкоглазый убегает какой-то с бурятии. Два зуба у него знаете, усы так вот такие. У него усы даже не такие, что много, а у него такие два толстых волоса такие. Как у моржа такие. Башка вот такая как балалайка. Такая у него кепка на которую урожай собирают там во Вьетнаме. и он так всегда головой так делает. Балаванчик. Балаваном что называли? Балаван это же было сила леса да там? Влижай мучшем лесу там и все и все превратилось. Балаван и азбуку никто не понял никто не понял ни одной сказки ничего никакой морали и они пришли все представляете вот все люди они как бы хлынули в Харирама и в Харири Гришна и потом думают что же над нами все смеются нас как-то не очень любят а мы-то вы чувствуете как мы-то любим себя мы-то себя как любим а они не любят то есть их любовь не соответствует нашей-то любви какое-то несосветствие есть вы чувствуете какое-то несосветствие того как мы здесь все любим и как они там нас не любят какое-то несоответствие Потому что мы-то им, фу, мясоеды, фу, христиане, фу, там буддисты, фу, мать жирушая мясо, фу, это Россия какашная, то ли дело Индия, наша родина. И мы как бы, они говорят, о, как мы любим кришнаитов. Ну, просто это какие-то кришнаиты, наверное, самые настоящие. А мы ничего понять не можем. Мы же хотим всегда, да, ничего не вкладывая, получить. Мы хотим просто булки раздать, да, и все. Любите нас, вам крупно повезло, ну-ка все вместе, уши развесим шраваном, лучше по-хорошему хлопайте в ладоши нам, там что-то такое. Как же так-то? А кого вы любите-то, кроме себя? Мужа не любите, ребенка не любите, потому что вы все время на работе. А работу-то вы любите, потому что работа-то вас очень любит. Даже поговорки есть. Вот если кто любит, да, эта работа, она очень любит. Особенно определенную категорию народу. Прупад там говорит, вот осел, работает, работает, да, там, за пучок, за пучок, за бак, типа там. Как бы ашрам сменить все время хочется, когда наработался, сено нажрался, и сразу ашрам хочется сменить. И когда она вот как бы легнет, философски так, на! И он сразу раз, и такие всякие. Он говорит, а вы не слышали вот эту историю о жидкой красоте? Не слышали? Как? Не слышали историю о жидкой красоте? А вы не слышали? Какие женщины? Они твари, сволочи, они мая. Они же не дают, и все. И так, столько книг, и столько. Как бы уже богатырь такой уже, да? Уже не знаешь, куда это тырить, блин, все это. Все, оно же так распирает же уже. Уже такая башка, уже грудь такая, да? Латы уже лопаются уже. Там же все это, мешок-то лопается, и уже никуда не... Уже тетет все. И по ночам, и вечерам так все. А они не ценят. И они-то все плохие. Они мая. Все. А потом они еще, знаете, если их подюбишь, они что возьмут вам и сюрприз. Они что, родят. Представляете? Это вообще уже, это вообще маха мая. Представляете, да? Вы им просто чисто пожалели их, да? Так, три года за ними ухаживали, чтобы их пожалеть. Потом, пожалели их так, кстати. Чисто. А они разом и... Сурприз! И что-то такое странное, не ваше вообще. Как бы, его еще надо кормить эту гадость там. Что-то. Эх! На палке. Ну, вообще, ужас. Ужас. Вы можете себе представить, что происходит? Кем родятся такие люди, как мы? Мы же тоже, как это, крылья сделали себе. Бегаем там. Каждое утро мы, в общем-то, знаем, кто мы такие. Мы-то знаем, нет, кто мы такие? Или уже, можно же, вот есть такое понятие, войти в образ. В ризах образа. А синий сосет глаза. Шрек, видели глаза там мелкие держат? И такие лекции, когда слушаешь. Ой, ну просто... Вы знаете, меня аж прямо так вот. Я так. У меня как-то аж-то сатвика векала. Так, еще раз хочу вам сказать. Нравственность. Вот я... Я-то знаю, что это такое? Но я все время... Вы же любите, когда в книжках это все подтверждено. Вот я еще раз прочитаю. Нравственность. Внутренние духовные качества, которыми руководствуется человек. Этические нормы. Правила поведения, определяемые этими качествами. Человек безупречной нравственности. Мораль. Нравственные нормы поведения. Итак, это не ценности. Мораль. Нравственность это сами ценности, которые определяют все остальное. А это поведение. Мораль. Это нравственные нормы поведения. Отношения с людьми. А также сама нравственность. Следующее. Совесть. Это вот то чувство. Помните, да? Совесть, которую мы только с Богом можем. То есть, вот чем больше в человеке нравственности и морали, то тем сильнее его, что и больше у него. Чего? Совести. Вот вы представляете, оказывается, что определяет-то наш прогресс? А? У нас совести больше остается. Мы-то говорим, ой, вкус к святому имени-то. Это, а вкус к святому имени появляется. Называется раса. Раса – это вкусы. Они появляются, когда человек что делает? Из-за этой совести. Помните, да? Он говорит, когда же я избавлюсь от ложной гордости, тогда я прекращу совершать оскорбления. Только тогда в моем у меня появится желание, появится вкус к чистому святому имени. Значит, когда мы читаем вайшнавские песни вайшнавов, ачарьев и так далее, оказывается, там все пропитано совестью. Представляете? Это их покаяние. Совесть их замучила, и они рассказывают. И они рассказывают всем публично это. Сейчас мы дойдем до этого, что, оказывается, покаяние делается публично. А не так под одеялом, где-то там, знаете, в таком скверике, там, где-то там под лавкой, как-то муравью распокаялся, потом его раздаю. Итак, совесть. А вот это уже чувство. Итак, вы помните, да, я объяснял, когда мы ложное эго убираем, нужно его найти, ложное эго. Все, вот чувствуете, да, когда вас громят, что ложное эго задевается? Чувствуете, нет? Вот ничего вам не говорят, да, а что-то у вас такое? Нет ложного эго, и все! Понимаете, да? Вот это все, обидно, вот это, что он всякую чушь говорит? Вот это вот, вот вы представляете, какое оно? Вот вас в зеркало показать, когда вот у вас вот это вот, вы тогда бы увидели, как оно даже на лицо вылазит. Ложное эго. Всякие трансформации делают. И вы так, знаете, вы так, а глаза у вас, а глаза, ужас, синь сосет глаза. И, когда убираешь ложное эго, особо ложное эго убрать-то, что там же это вот, со мной так нельзя же, понимаете, да? Я что, шофер какой-то, или что? Я умею, я умею, я умею, я умею, я умею, я умею. Вот так вот, товарищи матросы. Я умею, я умею, я умею, я умею. Почему я всех начинаю прикалывать? Живо вы там, со мной так нельзя же. Жду я мне. Стоять. Стрелять будут. Первый выстрел предупредительный. Пердупердительный. Итак, когда вы ложное эго убираете, в разум проникает сознание. Представляете, сознание Кришны туда проникает. А у души-то помню, да, какие ценности. Душа что хочет? Отдавать, наслаждать, служить и любить. Любить хочет. А когда ложняк появляется, оно хочет быть любимым, все брать, наслаждаться и повелевать. Особенно теми, кто его любит. Бе-бе-бе-бе-бе. Они там. И побежали. А он тогда, а меня любит. А они-то не любят. Они тоже что-то. Они же тоже что-то соображают, да? Химичат что-то. Итак, нравственность, когда туда проникает, в разум. Ну, разум-то не в голове. Это я так уж показываю, поскольку форма-то у нас же всегда, разум-то здесь же. Там-то все, говорится, хридая, сердце. Все там вот в сердце происходит. Итак, туда духовные ценности начинают. А мы же не знаем, да, что за ценности духовные? Мы же первый раз это слышали. Отдавать, наслаждать, служить, любить. Это же первый раз. Мы же нигде не слышали. До этого. В 2005 году первый раз мы это услышали. Понимаете, да? Это называется какое слушание? Формальное. Опять формальное. Потому что мы не слушаем это с позиции нравственных ценностей. Поэтому никакой морали не проявляется. То есть, мы можем элементарно сказать человеку, что мы тебя любим, что мы о тебе заботимся. Элементарно. А на самом деле мы его не любим и не заботимся. А что делаем? Используем его чувства, его отношения используем в своих корыстных целях. И лапшу ему на уши вешаем. И нас даже за это совесть что? Не мучает. Потому что мы ее давным, там где была совесть, что там я говорил, выросла такая штучка. У мужчин такая штучка, а у женщин такая вот дрючка. Совести-то нету у людей. И так они начинают лапшу вешать на уши друг другу. И эксплуатировать друг друга. Помните, да? Что Махарадж Рахугана, он едет и Джада Барата несет. И на что Джада Барата надавил в Рахугане? А? Вот во всех своих диалогах, в речах на совесть, на его мораль, на его нравственность. Он говорит, у тебя даже нет, ты бессовестный. Они вон что делают? Он стал ему говорить о совести, о его поведении и о его ценностях. А поскольку Махарадж Рахугана, он свято верил в философский поиск абсолютной истины и изучил философию, он понял, что перед ним великий Браман. Он тут же спрыгнул с паланкина и припал к стопам Джада Бараты и стал молить его о прощении, надеясь, что великий Браман несомненно его простит. Как же он определил-то? Потому что только Браман может давить на что? Ну, надо же! Серьезно! Серьезно! И вы это читали? Вы читали это или нет? Первый раз слышите? Ни одной истории не читали? А Кришна на что давит Арджуни в Бхагавадгите? Ну-ка, расскажите мне. Тогда ладно, я вообще ничего не соображаю. На что же давит в Бхагавадгите Кришна Арджуни? Рома, ну-ка скажи, на что? На что же он там указывает? И почему он его называет Шудрой, Маминкин, Сынком, Анарием? Как он так делает? Он же лучше всех из лука стреляет и 108 выбивает. А? Он же юрист! Он вам не шофер колесницы какой-то? Ишак? Он вам не ишак арбу таскать? Он вам все недостатки всех знает. Так вы почему не поняли-то? О чем суть-то в Бхагавадгите? О чем же суть в Бхагавадгите? Там нравственность и мораль. И поэтому Парупада вот здесь вот прямо с самого начала и описывает. Что это за книжка такая? Что это такая книжонка? Какая-то? Бхагавадгитка як вона е? Это издатели и слове к английскому. О, Бхакти Виданта с вами. Вот я всем рекомендую. Длинное просто. Прочитайте, пожалуйста, предисловие к английскому переводу Шрилы Парупады. Вот он непосредственно на Бхагавадгите пишет. Может, потом Видение прочитайте и вы поймете, о чем я говорю сейчас. И все это время, где Кришна говорит, я нравственность, стремящаяся к победе. А кого нужно победить-то? Своё невежество. Себя нужно победить. А кто там сидит внутри? Помните, да, я вам объяснял, кто такой Дашарадха был? Даша означает десять, а Радха воин. Воин, который воюет одновременно в десяти направлениях. Вот кто такой воин. И что же там это колесо с десятью спицами олицетворяло? Первое было зависть, потом гордость, тщеславие, властолюбие, похоть, желание искать несовершенства в других. То, то, все. Десять направлений. Его называли Дашарадха. Дашарадха и Деша-аватары существуют. Джаганадха-пури, знаете, джаганадха-пури, Пурушотта-макшетра, а вот эта вот глава называется Пурушотта-майога. И Деша-аватары и Махарадха был Дашарадха. И он был отцом кого? Рамачандры и Лакшмана. Да? Я просто спрашиваю, я там мало на чем одеваю. Гирлянда-то это самое главное. А знаете, что это означает, гирлянду когда одевают? Не знаете? Гирлянда, видели, да? Виваха. Гирлянда олицетворения любви. Представляете, не духов отгоняет, а духов она отгоняет только по одному, по одной причине, что все эти духи, они все превратят во что? В каку, конечно. В каку. Когда гирлянду одеваете, он из любви начинает действовать. Из какой? Не из вожделения, потому что вожделение, оно всегда имеет окрас какой-то выгоды вот этой материальной. И когда мы хлопаем, птицы желаний распугиваем. То есть каждый хлопок должен напомнить, все, вот я сейчас вот опять гоню. И когда кто-то засыпает, замечательное. Внешне-то так, а там. Итак, совесть, чувство нравственной ответственности за свое поведение перед окружающими людьми и обществом, основанное на морали и нравственности. Таким образом, человек такой на публику никогда что? Не станет действовать даже. Почему? Его совесть замучает что-то из себя изображать на публике. Он будет такой, какой он есть, как Бхага Вадгита. Она такова, какая она есть. Если он свинья, он говорит, да я свинья, вот так вот, вот так вот, столько вот. Он открыт. Говорится, что предный, он открыт. И даже если у него есть недостатки, он не скрывает их, он смущен. А смущен он только по одной причине, от стыда. То есть, совести. Преданные слова в словаре. Надо же. В словаре Ожикова, который уже полностью советский словарь описывается. Преданный, исполненный любви и верности кому-нибудь к чему-нибудь. Представляете, советские люди считали, что слово преданный означает исполненный любви и верности кому-нибудь к чему-нибудь. Вот, допустим, к родине, к земле. И вы помните, что такое слово Родина? Это Род. Поэтому вы помните, что в России Родом еще называли Сварога. Брахма, Род. А мы с вами в какой сампрода, интересно? А вот Брахма, он единственный отец всего творения. Он все формы сотворил. А отцом души является кто? Кришна. От него исходит. И он отец творения всего. Какого? Материальное творение. И поэтому Родом назывались Сварога. Сварга Локи поэтому называется. Сварог это Брама. И Род, Любовь к Родине, это означало Любовь к чему? К Кришне. Кришне. Любовь к Богу означало Любовь к Родине. А поскольку все принадлежит Кришне, движимое и неподвижное и так далее, и каждый может пользоваться только тем, что выделено ему по праву, как его доля, появляется слово долг. Помните, да? Долг и доля. И если вы помните, вот в стихах-то, у Есенина есть такой. Овсом мы кормим бурю. Помните, буренка называли? Овсом мы кормим бурю, молитвой, долг и башню голубую, нам пашет разум волк. И лук не подобьет над нами подъятие Божьих рук. И Шрила Прабхупада описывает, что люди, которые не научились что-то любить по-божески, Родину, то есть, значит, не нацию, а Родину, то есть, они не формалисты, у них нет понятия, черный, белый, красный, зеленый. Они рассматривают весь мир с позиции божественные и демонические натуры. А натуру человека можно рассмотреть только через призму нравственно-моральных ценностей и больше ни с чего. И поэтому Прабхупада говорит, между преданным и материалистом полностью идентично все внешнее. Идентификация, это значит внешнее, полностью, внешнее что? Индентификация, совпадение, полностью. Он говорит, но между ними огромная пропасть. Один это делает для этих целей, а другой для этих. Так как же вы, не изучив философию, что же такое нравственность, мораль, совесть, честь, что же такое низость, что такое похоть, преданные кто такие, кто такой предатель, доносчик, что такое порядочность, низость, что такое слово любовь. Даже вот в советском словаре, то есть даже по советским, вот написать что-то на нашем современном языке, и то можно понять, что это такое. Санскрита даже не надо. И поэтому я вот 17 лет пытаюсь изучать русский язык, чтобы понять, что к чему-то. что говорят, что делают, как живут. И все, я думаю, тогда, изучая язык, мне понятно, почему вдруг умер Булгаков, вдруг повесился Есенин, вдруг все так, вдруг и все. А просто... И почему вдруг пандавы, ну что они, ничего они не давали? Вот что они не вдохновляли Каурау? Даже Кришна пришел, и все равно не смог вдохновить Каурау. Пришел с миссией мира в суддхарму, оттуда слово суд. Значит, судить можно только по тхарме. Аттхарма означает религия. И поэтому в ведическом обществе юрист это не был какой-то дурачок. И ублюдок. Юристом и были кто? Тхарма Раджи. Царь религии. То есть человек, цари, почему они там в этом суттхарме встретились? Они рассудили, да, и судили. Они обсуждали это. Обсудить. Знаете, что такое? Обсудить. Суд. Взвесить весами тхармы. Божественности и демоничности. То есть материализма и духовности. И они взвешивали все это. Зная исключительность. Чего? Философии. Исключительность. А философия вся, она только создает нравственно-моральные ценности. Вот почему философию в наше время загнали в угол. Вы теперь понимаете, почему философия на задворках отказалась? Потому что это самое выгодное положение философии. Чем меньше философии, тем меньше вы можете обличить кого-то. Вы понимаете, да? И поэтому люди философские. И нужно было обязательно изменить языки. И поэтому говорится, что в этот век языком всемирного общения будет английский. Будет именно английский язык. И что же английский язык? Это какой язык? Конечно. Как вот товарищи. Товарищи. Это называется товарищи. Дословный вам перевод. Товарищи. Были господа. Господь, да? С Богом связаны. А теперь стали с чем связаны? Товарищи. Люди, сбитые с толку, не могут понять этих тонкостей, языковой носкости. Потому что речь для них не стала словом. Помните, как он говорит? Не хлебом будет един жив человек, а словом Божьим. Хармой. Словом Божьим. Философски. Любовью он будет жить, Божьей. Поэтому такое понятие, как философ, означало человек талантливейший и выдающийся человек своей любовью. И поэтому непритворный, негордый, решительный, смелый, честный, порядочный, благородный. Ловлю тебя. Кто такой философ на самом деле должен быть? Преподаватель философии. И когда вы попадаете в общество этих философов, то они очень сильно это ощущают. Что вы сволочь. Поэтому Джада Барата сказал Махараджу Рахугани. Доведись тебе попасть в общество продвинутых личностей. Тебе бы там никто не выказал почтение. Итак, что же такое честь? Достойные уважения и ценности, моральные качества человека, его соответствующие принципы. Поэтому называют долг чести. Или дело чести. Второе значение. Хорошая, незапятнанная, нравственная репутация. И доброе, нравственное имя. И в связи с этим я хочу вам прочесть одну историю, которую мне вчера напомнили. Греха нашел, Настюха дала. Настя Ильичевич мне принесла. Я так вот, как бы, в этой папке уж прочитаю вам одну историю. Я думаю, вы все ее помните, потому что мы в школе все учились. В школьной программе было. Вы помните, да, Андрея Платонова, такого писателя? Ну, помните, мы ее же изучали в школе еще. Я по школьной. Но я еще раз послушал, думаю, ну, все хорошо, конечно. Я просто так хочу прочитать вам. О добром имени, простом, обычном. Ну, кто-то знает, может быть, можете встать, убежать, отлакать, там, не что ли, не знаю. Выскочить, дверями хлопнуть, сказать, о, свинья, этот лакшмяк. Я-то привык всегда к этому. Самый запрещенный, это я. Итак, Андрей Платонов, рассказ называется «Юшка». Давно, в старинное время, в старинное время, видите, вот как вот начинается рассказ русский язык. Знаете, давно, в старинное время, жил у нас на улице старый, на вид человек. Значит, он старый был какой? На вид. Внешне. Вон, все, ничего не буду комментировать, вы просто думайте. Ключи, ключи, не бросайте ключи, вот здесь вот повесьте его и носите вот здесь ключ. Он работал в кузнице, при большой московской дороге. Он работал подручным, помощником у главного кузнеца, потому что он плохо видел глазами, и в руках у него было мало силы. Он носил в кузницу воду, песок и уголь, раздувал мехом горн, держал клещами горячее железо на наковальне. Когда главный кузнец отковывал его, вводил лошадь в станок, чтобы ковать ее, и делал всякую другую работу, которую нужно было делать. Звали его Ефимом, но все люди называли его Юшкой. Он был мал ростом и худ. На сморщенном лице его вместо усов и бороды росли по отдельности редкие седые волосы. Глаза же у него не было. Вместо глаз у него были белки, белые, как у слепца, и в них всегда стояла влага, как неостывшие слезы. Юшка жил на квартире у хозяина кузницы, на кухне. Утром он шел в кузницу, а вечером шел обратно, на ночлег. Хозяин кормил его за работу хлебом, щами и кашей. А чай, сахар и одежду у Юшки были свои. Он их должен покупать за свое жалование. Семь рублей и шестьдесят копеек в месяц. Но Юшка чаю не пил и сахару не покупал. Он пил воду, а одежду он носил долгие годы, одну и ту же, без смены. Летом он входил в штанах и в блузе, черных и закопченных от работы, пожженных искрами насквозь, так что в нескольких местах видно было его белое тело и босой. Зимой уже он надевал поверх блузы еще и полушубок, доставшийся ему от умершего отца. А ноги обувал в валенке, которую он подшивал с осени и носил всякую зиму, всю жизнь, одну и ту же одежду. Когда Юшка рано утром шел по улице в кузницу, то старики и старухи подымались и говорили, что вон, Юшка уж работать пошел, пора вставать. И будили молодых. А вечером, когда Юшка проходил на ночлег, то люди говорили, что пора ужинать и ложиться спать. Вон уж, Юшка спать пошел. А малые дети и даже те, которые стали подростками, они, увидя тихо бредущего старого Юшку, переставали играть на улице, бежали за Юшкой и кричали. Вон, Юшка идет! Вон, Юшка! Дети поднимали с земли сухие ветки, камешки, ссор горстями и бросали в Юшку. «Юшка! Юшка!» – кричали дети. «Ты правда, Юшка?» Старик ничего не отвечал детям и не обижался на них. Он шел так же тихо, как прежде, и не закрывал своего лица, в которое попадали камешки и земляной ссор. Дети удивлялись Юшке, что он живой, а сам не серчает на них. И они снова окликали старика. «Юшка! Ты правда или нет, Юшка?» Затем дети снова бросали в него предмет из земли, подбегали к нему, трогали его и толкали, не понимая, почему он не поругает их, не возьмет хворостину и не погонится за ними, как все большие люди. Дети не знали другого такого человека, и они думали, вправду ли Юшка живой. Потрогав Юшку руками или ударив его, они видели, что он твердый, теплый и живой. Тогда дети опять толкали Юшку и кидали в него комья земли. Пусть он лучше злится, раз он вправду живет на свете. Но Юшка шел и молчал. Тогда сами дети начинали серчать на Юшку. Им было скучно и нехорошо играть, если Юшка всегда молчит, не пугает их и не гоняется за ними. И они еще сильнее толкали старика и бросали и кричали, чтобы он отозвался им злом и рассердился на них. Тогда бы они отбежали от него в испуге, в радости снова дразнили бы его и издавали бы из себя всякие неприличные звуки в его адрес. Убегая затем, они бы прятались в сумрак вечера, в сене домов, в заросли садов и огородов. Но Юшка не трогал их и не отвечал им. Когда же дети вовсе останавливали Юшку и делали ему слишком больно, он говорил им. «Чего вы, родные мои? Чего вы, мои маленькие? Вы, должно быть, так сильно любите меня. Отчего я вам всем нужен?» «Обождите! Не надо меня трогать! Вы мне в глаза попали! Я не вижу!» Дети не слышали и не понимали его. Они по-прежнему толкали Юшку и смеялись над ним. Они радовались тому, что с ним можно все делать, что хочешь, а он им ничего не делает. Юшка тоже радовался. Он знал, отчего дети смеются над ним и мучают его. Он верил, что дети любят его, что он нужен им, только они не умеют любить человека и не знают, что делать для любви, и потому терзают его. Дома отцы и матери упрекали детей, когда они плохо учились или не слушались родителей. «Вот ты будешь такой же, как Юшка, вырастешь и будешь ходить летом босой, а зимой в худых валенках, и все тебя будут мучить, и чаю с сахаром не будешь пить, а одну в воду». Взрослые, пожилые люди, встретив Юшку на улице, тоже иногда обижали его. У взрослых людей бывало злое горе или обида, или они были пьяными. Тогда сердце их наполнялось лютой ненавистью и яростью. Увидев Юшку, шедшего в кузницу или ко двору на ночлег, взрослый человек говорил ему. «Да что ты такой блаженный, непохожий? Ходишь тут, ходишь! Чего ты думаешь, такое особенное, что ли, из себя?» Юшка останавливался и слушал молча в ответ. «Слов у тебя, что ли, нет? Животное такое! Ты живи просто и честно, как все, как я, а то тайно ничего не думаешь там про нас. Говори, будешь так жить, как надо? Не будешь? Ага, ну ладно!» И после разговора, во время короткого, или во время которого Юшка молчал, взрослый человек убеждался, что Юшка во всем виноват. И тут же бил его. От кротости Юшки взрослый человек приходил в ожесточение и бил его еще сильнее и еще больнее, чем хотел даже сначала. И в этом зле забывал на время свое горе и ненависть. Юшка потом долго лежал в пыли на дороге. Очнувшись, он вставал сам, и иногда за ним приходила дочь хозяина кузницы. Она подымала его и уводила с собой. «Лучше бы ты умер, Юшка», – говорила хозяйская дочь. «Зачем ты живешь?» Юшка глядел на нее с удивлением. Он не понимал, зачем ему умирать, когда он родился жить. «Это отец, мать меня родили. Их воля была», – отвечал Юшка. «Мне нельзя помирать. И я отцу твоему в кузнице помогаю. Другой бы на твое место нашелся, помощник какой». «Меня Даша народ любит». Даша смеялась. «У тебя сейчас кровь на щеке, а на прошлой неделе тебе ухо оторвали. А ты говоришь, народ тебя любит». «Он меня без понятия любит», – говорил Юшка. «Сердце в людях бывает слепое. Сердце-то в них слепое». «Дочь хозяина говорила». «Сердце-то в них слепое, да глаза у них зрячие». «Иди скорее, что ли?» «Любят-то они по сердцу, добьют тебя по расчету». «По расчету они на меня серчают». «Это правда», – соглашался Юшка. «Они мне улицей ходить не велят, и тело калечат». И Юшка замолкал. «Эх ты, Юшка, Юшка», – вздыхала Даша. «А ты ведь, отец говорил, не старый еще». «Какой же я старый? Я грудью с детства страдаю. Это я от болезни на вид оплошал и старым стал». По этой своей болезни Юшка каждое лето уходил от хозяина на месяц. Он уходил пешком в глухую дальнюю деревню, где у него жили, должно быть, родственники. Никто не знал, кем они ему приходились. Даже сам Юшка говорил в одно лето, что в деревне у него живет вдовая сестра, а в другое, что там племянница. Иной раз он говорил, что идет в деревню, а в иной, что в самую Москву. А люди думали, что в дальней деревне живет Юшкина любимая дочь, такая же незлобная или и лишняя всем людям, как и отец. В июле или августе месяце Юшка надевал на плечи котомку с хлебом и уходил из нашего города. В пути он дышал благоуханием трав и лесов, смотрел на белые-белые облака, рождающиеся в небе, плывущие и умирающие в светлой воздушной теплоте, слушал голос рек, бормочащих на каменных перекатах, и больная грудь Юшки отдыхала и наполнялась любовью. Он более не чувствовал своего недуга, чахотку. Уйдя далеко, где было вовсе безлюдно, Юшка не скрывал более своей любви, которую он всегда испытывал и переполнялся ко всем живым существам. Он склонялся к земле и целовал ее. Он целовал цветы, стараясь не дышать на них, чтобы они не испортились от его дыхания. Он гладил кору на деревьях и подумал, а, и подымал с тропинки бабочек, жуков и насекомых, которые пали замертво и долго всматривался в их лица, чувствуя себя виноватым за их смерть. И он как бы думал, что осиротел. Но живые птицы пели в небе, стрекозы, жуки и работающие кузнечики издавали в траве веселые звуки. И поэтому на душе у Юшки было легко. В грудь его входил сладкий воздух цветов, пахнущих влагой и солнечный свет любви. Юшка переполнялся любовью, и от этого, видимо, и болел чахоткой. Он садился в тень подорожного дерева и дремал в покое и тепле. Отдохнув, отдышавшись от того, что он всегда скрывал свою любовь, он не помнил более о болезни и шел весело дальше, как здоровый, нормальный человек. Юшке было всего 40 лет от роду, но болезнь давно уже мучила его и состарило прежде времени, так что он всем казался ветхим. Итак, каждый год уходил Юшка через поля, леса и реки в дальнюю деревню или в самую Москву, где его ожидал кто-то или никто не ждал. Об этом никому в городе не было известно. Через месяц Юшка обыкновенно возвращался обратно в город и опять работал с утра до вечера в кузнице. Он снова начинал жить по-прежнему и опять дети и взрослые, жители улицы потешались над Юшкой, упрекали его за безответную глупость и терзали, и терзали его. Юшка смиренно жил до лета будущего года, а среди лета надевал котомку за плечи, складывал в отдельный мешок деньги, что заработал и накопил за год, всего рублей сто, вешал тот мешок себе на запазуху на грудь и уходил неизвестно куда и неизвестно к кому. Но год от году Юшка все более слабел, потому что шло и проходило время его жизни, и грудная болезнь мучила его тело и истощала. В одно лето, когда Юшке уже походил срок отправляться в свою дальнюю деревню, он никуда не пошел. Он брел, как обычно, вечером уже затемно из кузницы к хозяину на ночлег, веселый прохожий, знавший Юшку, посмеялся над ним. Чего ты, землю нашу топчешь, божье чучело? Хоть бы ты помер, что ли? Может, веселее бы стало без тебя? А то я боюсь соскучиться. Здесь Юшка осерчал. Первый раз. В ответ должно быть первый раз в жизни он сказал. А чего я тебе? Чем я вам всем мешаю? Я жить родителями поставлен. Я по закону рожден. Я тоже всему свету нужен. Как и ты. Без меня тоже, значит, нельзя. Прохожий, недослужив Юшку, рассердился на него. Да ты чё? Ты чего заговорил? Как ты смеешь меня, самого меня, с собой равнять? Урод негодный! Я не равняю, сказал Юшка. А под адобности мы все равны. Ты мне не мудрствуй, закричал прохожий. Я сам помудрей тебя. Ишь, разговорился. Я тебя выучу уму. Замахнувшись, прохожий с силой злобно толкнул Юшку в грудь. И тот упал назначить. Отдохни, сказал прохожий и ушёл домой пить чай. Полежав, Юшка повернулся вниз лицом и более не пошевелился и не поднялся. Вскоре проходил мимо один человек, столер из мебельной мастерской. Он окликнул Юшку, потом приложил его на спину и увидел во тьме белые, открытые, неподвижные глаза Юшки. Рот его был чёрен. Столяр вытер уста Юшки ладонью и понял, что это была спёкшаяся кровь. Он опробовал ещё место, где лежала голова Юшки, лицом вниз, и почувствовал, что земля там была сырая. Её залила кровь, хлынувшая горлом из Юшки. Помер, вздохнул столер. Прощай, Юшка, и всех нас прости. Забраковали тебя люди. А кто тебе судья? Хозяин кузницы приготовил Юшку к погребению. Дочь хозяина Даша омыла тело Юшки и его положили на стол в доме кузнеца. К телу умершего пришли проститься с ним все-все люди, старые и малые, весь народ, который знал и мучил Юшку и потешался над ним при жизни. Потом Юшку похоронили и забыли его. Однако без Юшки жить людям стало хуже. Теперь вся злоба и глумление оставались среди людей и тратились меж ними, потому что не было Юшки, безответно терпящего всякое чужое зло и принимающего это ожесточение, насмешки и ненаброжелательность на себя. Снова вспомнили про Юшку лишь глубокой осенью. В один темный, непогожий день в кузницу пришла юная девушка и спросила у хозяина кузнеца, где ей найти Ефима Дмитриевича. Какого Ефима Дмитриевича удивился кузнец? У нас такого сроду тут и не было. Девушка, выслушав, не ушла, однако молча ожидала чего-то. Кузнец поглядел на нее, что за гостью ему принесла непогода. Девушка на вид была тщедушна, невелика ростом, но мягкая, чистое ее было лицо столь было нежно и привлекательно, а большие серые глаза глядели так грустно, словно они готовы были вот-вот наполниться слезами. Кузнец подобрел сердцем, глядя на гостью, и вдруг догадался. Уж не юшка ли он? Так и есть, по паспорту он писался Дмитриичем, юшка, прошептала девушка, это правда, сам он себя называл юшкой. Кузнец помолчал, а вы кто ему будете? Родственница, что ли? Да нет, я никто, я сиротой была, а Ефим Дмитриевич поместил меня маленькую грудную в семейство в Москве, потом отдал меня сам в школу с пансионом, каждый год он приходил проведывать меня и приносил деньги на весь год, чтоб я жила и училась. Теперь я выросла, я уже окончила университет, а Ефим Дмитриевич в нынешнее лето не пришел меня проведывать. Скажите мне, где он? Он говорил, что работал у вас 25 лет, половина, полвека мне. Где же он? Он говорил, что работал у вас 25 лет. Кузнец закрыл кузницу и повел гостью на кладбище. Там девушка припала к земле, в которой лежал мертвый юшка. человек, кормивший ее с детства, никогда не евший сахара, чтоб она ела его. Она знала, чем болел юшка и теперь сама окончила университет, врачебный факультет. Приехала сюда, чтобы лечить того, кто любил ее больше всего на свете и кого она сама любила, всем теплом своего сердца. С тех пор прошло много времени. Девушка врач осталась навсегда в нашем городе. Она стала работать в больнице для чахоточных. Она ходила по домам, где были больные туберкулезом и ни с кого не брала платы за свой труд. Теперь она сама уже тоже состарилась, однако по-прежнему весь день она лечит и утешает больных людей, не утомляясь, утолять страдания и отдалять смерть от ослабевших. И все ее знают в городе, называя дочерью доброго Юшки, позабыв давным-давно самого Юшку и то, что она не приходится ему абсолютно никем. Харри Кришна. Войдя в новое грубое тело, живое существо получает новые уши, глаза, язык, нос и кожу, орган осязания. Все эти чувства расположены вокруг ума и с их помощью живое существо наслаждается доступными им объектами чувств. Пожалуйста, есть вопросы? Силы пропады киджаи, шримад бхагавадгита киджаи, чешини тай-гауранды, фиджаи, гаурапанаминанды, харибол. Спасибо.